В Альмитевске с начала недели стоит 30-градусная жара. Некоторые жители такие дни переносят тяжело. В зону риска попадают пожилые, люди с хроническими заболеваниями и с избыточным весом, а также дети. Это нужно ограничить пребывание на свежем воздухе, особенно в жаркие часы. Это с 11 утра до 17 часов вечера. Если же вы вынуждены выйти на улицу, то закрывать как можно больше поверхности тела, надевать легкую одежду, светлых тонов, из натуральных материалов. Это, конечно же, употребление большого количества жидкости. Это чай, чистая вода, минеральная вода. Это кисломолочные напитки, морсы. Сладкие газировки, энергетики и алкоголь, по словам врача, необходимо ограничить. Часто бывает, что человек перегревается, даже не находясь под прямыми солнечными лучами. В таких случаях, если вы видите, допустим, что человек резко побледнел или, наоборот, покраснел, он как-то может даже потерять сознание или у него ненормальный пульс, ну то есть он себя как-то чувствует не так, нужно помочь ему. Отвести обязательно в тень, расстегнуть от тугой одежды, дать воды подсоленной, может быть. Охладить, можно даже руки в холодную воду вот таким образом охладить. В случае с солнечным ударом симптомы схожи. Необходимо вызвать скорую и оказать первую помощь. Жители тем временем спасаются своими методами. Кондиционером и тенечком. Гулять вы ходите в такую погоду? Блин, ну мне тяжело. На работе приходится все время проводить. Ну а так по тенечку, по тенечку, в тенечку, в тенечку. Гуляю на солнышке, привыкаю, приучаю свой организм к теплу. Ну, больше пить воды, без головного убора не ходить. Ну, как всегда. Если садимся в машину, сначала открываем двери, ждем. Когда жара выйдет с машины, тут потом садимся. У вас когда-нибудь был тепловой или солнечный удар? Вот у меня, честно, слава богу, нет. Но у ребенка маленького был и у абики, уж так скажем. Но это очень страшно. То есть, человек как будто бы дурачком, чтобы становиться. То есть, вот сознание другое. Ну, страшно смотреться. Не, мне жара очень интереснее. Я сам из Египта приехал. Поэтому мне там этот... То жару не так сильнее мне. Поэтому мне всегда летом хорошо. Мне всегда жарко, отличное. Так что я всегда стараюсь летом ходить на улице до него. А зимой спрячивать там, как медведь. По словам экспертов, жаркую погоду определяет антициклон, установившийся в Среднем Поволжье. Он пришел к нам в регион со стороны Скандинавии. К воскресенью станет немного прохладнее. Маргарита Трегубенко, Ильнур Залятов, Антон Николаев. Новости Юго-Востока.